Что делать, если отказали выплаты на ребенка от 8 до 17 лет? В этом видео мы дадим подробную инструкцию к действию. Тема получения дополнительных пособий для детей разных возрастов уже не раз затрагивалась в сообщениях. И сегодня мы поговорим о том, что делать, когда выплаты отказывают. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. В России утверждено несколько видов ежемесячных выплат, в том числе для детей в возрасте в диапазоне от 8 до 17 лет. Достаточно часто после подачи документов приходят отказы. В этом случае необходимо установить его причину и подать протест. А в конце видео мы дадим наглядный образец жалобы. Если видео вам поможет, пожалуйста, подпишитесь и поделитесь им со своими друзьями. Итак, почему же чаще всего отказывают в выплате, а не наоборот? Существуют объективные причины, по которым можно получить отказ на значение выплат. Они регламентированы постановлением правительства 630, утвержденным 9 апреля 2022 года. Законы об основании отказа возникают при следующих обстоятельствах. Если превышен среднедушевой доход в семье, при наличии в семье имущества свыше установленного законом перечня, если отсутствует официальный доход и уважительные причины отсутствия работы, то есть член семьи не попадает под правила нулевого дохода, при неточных или заведомо ложных сведениях, которые были поданы заявителем, в случае отсутствия возрастных ограничений или установленного факта смерти ребенка, если установлен факт получения данных пособий иным законным представителем. Нередки случаи на практике, когда супруги вместе не живут, и, скажем, бывшие супруги, и часто это бывают отцы детей, хитростью получают эти пособия вместо мамы. Идем дальше. Любой отказ в получении пособий должен быть законно мотивирован. Посмотрите вот этот обзор, который ранее был опубликован на канале. Ссылка на обзор где-то здесь должна быть. Как обжаловать отказ? И почему отказывают в выплате на детей от 8 до 17 лет? После рассмотрения заявления иногда возникает ситуация, когда необходимо обжаловать решение или стоит подать повторное заявление. Результат на запрос поменяется в случае, если произошла ошибка специалиста или был сбой в электронной системе, из-за чего заявителю отказали в назначении этого пособия. Внимание! В каждом конкретном регионе, согласно указу президента, разработаны определенные условия и порядки социальной выплаты для детей от 8 до 17 лет. Когда будет известно об отказе? Срок рассмотрения заявления на получение дополнительного пособия на ребенка составляет 30 рабочих дней. По действующему законодательству отказ должен быть направлен заявителю не позднее, чем через один рабочий день после окончательного решения. В постановлении указывается конкретная причина отказа. Следить за рассмотрением заявления можно на сайте госуслуги в личном кабинете. Что же делать при отказе назначения? В некоторых случаях целесообразно пожаловаться или попытаться оспорить данный вердикт в досудебном порядке. Первое. Если в дополнительном пособии отказано не по какой-либо из вышеперечисленных причин. Второе. Если получен отказ по причине непредоставления необходимых документов или подачи сведений в установленные законом сроки. Третье. Если пришел отказ без описания объективной причины. Как подать жалобу на отказ в выплате? Подать жалобу на отрицательный ответ можно на госуслугах, в пенсионном фонде или в отделении ПФР. Сроки рассмотрения заявления 5 дней после подачи. Нюансы. Первое. В случае, если предоставленные заявителем данные были некорректно рассмотрены, отказ на пособие может быть аннулирован. Второе. Подать заявку на получение пособия можно исключительно после получения ответа на предыдущий запрос. И третье. Если отрицательный ответ на запрос был оставлен без изменения, значит гражданин не был признан нуждающимся. Это не означает, что в будущем заявитель не вправе обратиться для оформления денежной помощи от государства. Количественных ограничений для обращения граждан на получение пособий нет. Далее мы разберем правила нулевого дохода. Правила нулевого дохода. Есть шанс на положительный ответ, если с течением времени изменился доход в семье. Или граждане не проходят по правилу нулевого дохода. Если заявитель устроился на работу, но денежных средств не хватает. Во время периода расчета все трудоспособные члены семьи должны иметь подтвержденный доход. Либо уважительную причину его отсутствия. На нулевой доход особенно обращают внимание при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, пособий для женщин во время беременности, выплат для одиноких родителей, воспитывающих детей возрастом от 8 до 17 лет. Кстати, может быть так, что выплата будет назначена, но не придет, так как она может быть зачислена только на карту МИР или банковский счет без невыпученных карт. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале приоритеты. Обязательно подпишитесь и следите за новостями в законодательстве. Всем желаю удачи, увидимся в следующем видео.